Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Даже несмотря на то, что рынок сегодня красный, главный вопрос, который задают себе криптоэнтузиасты, звучит так. Находимся ли мы на бычьем рынке? На самом деле ответ очень сильно зависит от того, под каким углом мы на это посмотрим. То, что сейчас происходит, можно назвать даже медвежьим рынком. Если рассматривать ситуацию с вершины 20-тысячного пика, так как исторический пик все еще не был восстановлен. Но если игнорировать прошлое и смотреть на график от минимума декабря прошлого года, то график выглядит невероятно обычьим, даже учитывая недавние коррекции. Если же мы возьмем еще более короткий отрезок времени, график снова выглядит медвежьим, каждый новый пик ниже предыдущего. Но все еще есть оптимизм, ведь то же самое нельзя сказать про низы. Ведь с июля каждый раз цена отталкивалась от уровня в 9400 долларов несколько раз. Как вы поняли, то, под каким углом мы посмотрим на проблему, играет большую роль. И это работает во всех сферах жизни, а не только в криптовалюте. Действительностиво лишь отражение вашего восприятия. И мы приходим к заключению, а где же конкретный ответ на вопрос, находимся ли мы в бычьем рынке? Ну, во-первых, на долгосрочных многогодовых отрезках я настолько оптимистичен, что таких оптимистичных еще поискать нужно. И думается, мне это когда-то вылезет боком. Однако сегодня 5 признаков, как идентифицировать буллран. И происходит ли он прямо сейчас. Поехали. Признак номер 5. Возвращает нас к самим основам. Ведь этот идентификатор уже зарекомендовал себя в прошлом. Это когда технические характеристики таких фундаменталов, как, например, использование сети, тестируют свои исторические пики. Например, во время пузыря 2013-2014 годов, количество подтвержденных транзакций за день достигло невероятных на тот момент 90 тысяч. 29 ноября 2013 года был пик пузыря, в эти же дни был и пик количества подтвержденных транзакций. С тех пор вправо вступил медвежий рынок, который продолжался до тех пор, пока график количества подтвержденных транзакций снова не достиг отметки 90 тысяч и пошел даже выше. Идем дальше в 2017-2018 годы и к криптовалютному пузырю того времени. В период с 13 по 17 декабря 2017 года биткоин находился на пиках исторической цены. В это же время количество подтвержденных транзакций за день также достигло рекордных значений – почти полмиллиона транзакций на пике. С тех пор вправо вступил медвежий рынок и в начале мая этого года мы видели некий отскок биткоина, который сопровождался тем, что график количества транзакций пытался в начале мая преодолеть свои исторические отметки, достигнув 452 тысяч транзакций. Следующий ключевой фундаментальный индикатор – это количество активных адресов биткоина. Стоит отметить, что этот график активных адресов биткоина учитывает метрику от кого и к кому. Это важно, потому что именно так он показывает актуальные, уникальные переводы отдельно от множества транзакций, проводимых самими биржами. В конце ноября-начале декабря 2017 года количество таких уникальных активных адресов превысило отметку в 1 миллион. Затем дважды график тестировал эту отметку в июне 2019 года, но на данный момент эта цифра находится около 800 тысяч. Как мы видим, пока что ключевая отметка в 1,3 миллиона уникальных активных адресов не была преодолена. Но следующий фундаментальный индикатор смог это сделать – это хешрейт. Начиная от самого минимума в конце 2018 года, хешрейт просто взорвался, преодолев свой предыдущий исторический пик, составляющий 60 миллионов терахешей в секунду. А теперь он составляет более 80 миллионов. Это около 55% взрывного роста. Признак номер 4. Признак номер 4 – это когда большие деньги начинают аккумулироваться. Большие деньги обычно умные деньги, так как именно это и является причиной, почему они скопили такое богатство, особенно на торговых рынках. Эта таблица показывает количество, которое прибавил или потерял тот или иной кошелек, распределенный в группы по количеству хранящихся биткоинов. Это диаграмма из отчета за период от августа 2018 до мая 2019 года компании Dyer, которая занимается расследованиями, изучениями и прочими анализами рынка цифровых валют и активов. Кстати говоря, исследовали они как раз таки вот эту просадку, когда биткоин оказался сразу на двух ключевых отметках. Конца медвежьего рынка, когда он обновил дно и начало восстановления, когда он оттолкнулся от этого дна. Именно на этих отметках и проводились накопления. Как мы видим, розничные инвесторы пытались аккумулировать все, что могли. В целом у них получилось более 167 тысяч биткоинов. В то время кошельки, принадлежащие большим компаниям, действовали по-другому. Кошельки с балансом от 100 до 1000 биткоинов большие компании опустошили на сумму более 114 тысяч биткоинов. В то время как кошельки от 1 до 10 тысяч биткоинов наполнили на сумму 450 тысяч биткоинов. Это значит, что большие компании увеличили свои цифровые активы почти в 4 раза. На сумму, которая почти в 3 раза превышала все количество битка всех розничных инвесторов. Эта диаграмма отображает количество биткоинов, которые лежат на кошельках группы от 1 до 10 тысяч биткоинов. А также долларовый эквивалент стоимости этих вложений, начиная ноябрем 2017 года. Как мы видим, они продали где-то рядом с пиком в конце 2017, потому что балансы их кошельков начали падать в это время вместе с долларовой ценностью. Далее ничего сверхъестественного не происходило аж до ноября 2018 года, в то время, когда биткоин достиг отметок в 3 200-3 500 долларов. Именно тогда они стали накапливать биткоины и продолжают это делать до сих пор. Более того, само количество кошельков с балансом от 1 тысячи до 10 тысяч биткоинов стало также увеличиваться. Где-то на 30% с ноября 2018 года. Признак номер 3. Признак номер 3 называется капитуляцией майнеров. И в прошлом этот индикатор помогал разобраться, начался ли булран или нет. Этот график принадлежит человеку, который подписан в твиттере как план B. И как по мне, это отличный анализ. Диаграмма показывает коррекцию графиков сложности майнинга после каждого достижения биткоином исторических пиков. Для этого графика самая низкая отметка месячной сложности обозначена на уровне 100%. В прошлом этот индикатор идеально спрогнозировал все произошедшие булраны наперед, как только график переходил в зеленую и желтую фазы. И сейчас он начинает переходить из светло-голубого в зеленый. Все майнеры, кто хотел покинуть сообщество, сделали это. Они капитулировали. И индустрия готова снова вдыхать жизнь в скелет сети биткоина. Признак номер два. Этот признак не связан с точными цифрами, но имеет отношение к наблюдениям и изменениям настроения, а также к капитуляции того, что известно как щиткоины. Эти альткоин проекты начинают осознавать, что они не смогут поддерживать себя на долгосроке, потому что никто не собирается пользоваться их бесполезными продуктами или приложениями. Возвращаясь к пузырю 2013-2014 годов, в списке мы видим тонну каких-то биткоин-форков, пару альткоинов на собственных алгоритмах майнинга и какие-то ранние попытки создать proof-of-stake. Почти ничего такого, что могло бы представлять значимую ценность. Многие из этих проектов за это время либо исчезли, либо являются неактуальными. А те, что являются неактуальными, все еще живы только из-за бот трейдинга. PRCoin, NameCoin, NovaCoin, FeatherCoin, PrimeCoin и так далее. Список этих коинов тогда был бесконечным. Конечно же, слабые проекты капитулируют, а значит монеты умирают. Есть отличный сайт, на котором можно отследить все мертвые проекты и причины, почему за ними пришла смерть. И если за ним понаблюдать, то ты начинаешь понимать, что количество мертвых или умирающих монет увеличивается с каждым днем. Именно на этом сайте и была опубликована диаграмма. Топ-5 известных и когда-то бывших очень жирными монет, которые в 2017 году во время булрана биткоина и всего рынка показывали отличные результаты. А сегодня они либо мертвы, либо выглядят мертвыми. В список вошли MRCoin, NEM, BitConnect, Bitcoin Diamond и Universal. Каждый из этих проектов шагает или шагнул в могилу по различным причинам, начиная низкой ликвидностью и заканчивая даже воровством. Пока биткоин доминирования продолжает расти и при этом все больше альткоинов умирает, можно считать это классным сигналом, потому что биткоин увеличивает свою ликвидность за счет целого ряда в принципе бесполезных щиткоинов. Однако чем выше доминирование биткоина, тем больше шансов того, что начнется сезон альткоинов. Признак номер один. Этот признак работает тогда, когда мы уже находимся в параболической стадии развития булрана и связан с Google Trends. Хайп, средств массовой информации, синдром упущенной выгоды изо всех уголков нашей планеты, даже разговоры ваших родичей о биткоине – все это результат поисковой системы Google. И это крутой индикатор того, находимся ли мы в параболической фазе роста. Как мы видим по Google Trends, хайп и интерес вокруг биткоина не возвращался к отметкам пузыря 2013-2014 годов аж до января 2017, когда до нового исторического пика биткоина оставалось менее года. Однако, когда этот пик был достигнут, Google Trends для биткоина, наверное, сами были в шоке, что вообще происходит. Интерес достиг исторического рекорда, и с тех пор он не то, чтобы не приблизился, а даже и не мечтает о том, чтобы приблизиться к таким отметкам. Исходя из этого индикатора, мы и рядом не находимся с тем, что называется параболическим взрывным ростом. Однако, напомню, этот индикатор работает уже на поздних этапах буллрана, когда цена взрывается, как тона динамита. Остальные четыре признака, о которых я говорил выше в этом видео, находятся в своих ранних стадиях, что придает мне оптимизма. Как по мне, то все мы герои. И я верю, через пять лет биткоин нас не разочарует, потому что карма все-таки должна существовать, и все наши страдания должны быть вознаграждены. Терпение, наш облагодетель. Все, хватит. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатеете. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин